МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон дождей напомнил о себе в Сочи. Спасатели готовят план эвакуации города-курорта. И если вы не наполниете российский рынок собственными интересами и собственными бизнесами, инвестициями, то это сделает кто-то другой за вас. Окно из Европы на Кубань. Немецкий бизнес готов вкладывать деньги в край. Боимся морозов, страшно, что сейчас здесь все заморозится, даже то, что мы смогли сделать. За доступное жилье платить придется дважды, а иногда и трижды. Дешевые квартиры вновь бьют по нервам и здоровью краснодарцев. И застреваем, вытаскиваем, сами выезжаем по разному, бывает. Ейские горы не из камня, а из мусора. Куда девать отходы, если на единственной свалке уже нет места? Пустые электрички идут к пустынным склонам. В Сочи закрылся крупнейший горнолыжный курорт. Десять артистов, голоса которых заменяют оркестра. Знаменитый хор споет в Краснодаре. Об этих и других новостях страны и края мы расскажем вам прямо сейчас. В прямом эфире «Вечерний факт». Здравствуйте, мы начинаем. Кубань во власти непогоды. Как обещали метеорологи, сильные ливни, грозы, ветер. А в горных районах и снегопад обрушились сегодня на край. Основной удар стихии пришелся на Сочи. Там повалило деревья, затопило дворы, улицы и дороги. Из-за плохой видимости на несколько часов задержались рейсы в аэропорту Адлера. А на шелезнодорожном перегоне Дагомыс-Сочи утром на пути сошел селевой поток. К счастью, никто не пострадал. О том, что натворила непогода, расскажет Екатерина Парханяк. Под проливным дождем в затопленных автомобилях, а кое-где и по пояс в ледяной воде. Так, сегодня пришлось пробираться по улицам Сочи. По сообщениям сотрудников МЧС, вода заливала даже салоны общественного транспорта. В центральном районе города-курорта утонули газель и легковушка. А эту машину с женщиной-водителем внутри удалось спасти. Стихия обрушилась на город-курорт около 9 утра. И за считанные минуты по дорогам покатились бурные потоки. Ливневая канализация опять не справилась. Некоторые жители пытались прочистить ее самостоятельно. В итоге уровень воды поднялся до критической отметки. Река Сочи едва не вышла из Берегова. В школе номер 7, которая находится неподалеку, затопила столовую. Учеников отправили по домам. Света нету, столовая затоплена. Вот поэтому такая ситуация. Но действительно, я сейчас через речку мне надо, я не перейду. Поплывем с ребенком. Отменили занятия в школах и детских садах и в Лазаревском районе. Там, а также в Адлере, ситуация наиболее серьезная. Под воду рискуют уйти поселки Кепша и Дагомыс. Затоплены улицы, дворы и подъезды. И только чудом вода не дошла до квартир. Минут за 15 все ступени были до края переполнены. И вода уже должна была хлынуть к нам в подъезд. И только она стала подходить к этой лестнице, мы поняли, что уже все нас затапливает. Мы позакрывали квартиры и побежали наверх. Вода, предположительно, вот где-то сантиметров 20 не дошла до нашего пола. С такими проблемами, говорят местные жители, они сталкиваются каждый раз, когда идет сильный дождь. Не работают абсолютно ливневки. Вот у нас на тротуаре там бьет фонтан, бьет фонтан из-под земли, который мы не можем никак перекрыть. Целый день автоцистернами и мотопомпами спасатели откачивали воду с улиц. Последствия потопа ликвидировали более 250 человек и сотни единиц техники. В администрации Сочи сегодня собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. В городе-курорте сохраняется режим повышенной готовности. На осадки будут переходить слабые, то есть процесс пойдет на прекращение. Ночью даже перерыв будет. Завтра мы ожидаем, что осадки будут, но уже не такие интенсивные, слабоумеренного характера. А в горных районах Сочи выпал мокрый снег. В районе Красной Поляны сохраняется риск схода селий. В целом расслабляться сочинцам пока рано. Спасатели рекомендуют жителям города-курорта быть готовыми к эвакуации. Кроме того, воздержаться от поездок и особенно в сторону Крыма. Сегодня непогода останавливала и работу Керченской переправы. На ближайшие трое суток в проливе объявлено штормовое предупреждение. Екатерина Пороханяк, Кубань-24. А вот в Краснодаре дождь к таким серьезным последствиям не привел. Хотя шел всю ночь и половину дня. По данным городской единой диспетчерской службы, несколько машин откачивали воду на Московской и Дмитриевской дамбе. Кроме того, в районе пересечения Северной и Ломоносова на полтора часа было парализовано движение троллейбусов из-за потопа на проезжей части. Сейчас ситуация нормализовалась. Все обочины России заняли многотонные фуры. Сегодня сразу в нескольких российских регионах бастовали водители большегрузов. Они выстроились в длинные колонны вдоль дорог. Тем самым выразили протест предстоящему введению платы за проезд по федеральным трассам. Александра Проскурина выяснила, чего требуют дальнобойщики. Пятки фур припаркованы на обочине. И это только на Кропоткинской трассе. Такая же картина практически на всех въездах в Краснодар. Сегодняшний день водители многотонников называют единым днем забастовки. Их главная цель – достучаться до властей. Мы не люди, что ли? Нам что, нельзя у нас спрашивать или как-то с нами там советоваться? Мы тоже люди. Красная фура с волгоградскими номерами съехала на обочину ровно в 10 утра. Это установленное время начала забастовки по всей стране. Ее водитель Эдуард Голубев свой рейс уже завершил. Теперь направляется домой. Но остаться сегодня в стороне он не мог. Новые денежные сборы, которые ведут с 15 ноября, разорят дальнобойщика. Ваш средний месячный доход сколько получается? У меня 35 тысяч. За этим налогом будет на сколько меньше? Ну, тысяч 22-23 я буду получать. Может быть, 20. На такую зарплату, жалуется водитель Голубев, прожить будет невозможно. Кстати, от покилометровой платы пострадают не только дальнобойщики. Чтобы люди не начали массово искать новые источники доходов, их работодатели, скорее всего, поднимут стоимость грузовых перевозок. Это все скажется на цене продуктов. Элементарно хлеб, тот же хлеб, он подорожает на 3-4 рубля. Это Екатеринбург. Здесь не только на обочине стоят. Многие машины плетутся в колонии. Скорость 10 километров в час. Тоже протест. А эти кадры сняты на подъезде к Ростову-на-Дону. Здесь счет участников забастовки идет на сотни. Такую картину сегодня можно было наблюдать в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Красноярске, Оренбурге, во многих городах Приморья и Республике Башкортостан. А в Петрозаводске длинномеры протестовали прямо на городских улицах. Тысячи водителей по всей стране выступают против нового денежного сбора. Отказаться от забастовки их не заставило даже вчерашнее постановление правительства России, которое установило льготный период. С воскресенья до конца февраля сбор будет составлять 1,5 рубля. А уже в марте все же повысится до 3. В Краснодаре водители большегруза в ходе забастовки не перекрывали федеральные трассы. Вообще вели себя очень мирно. А о том, что они чем-то недовольны, можно было понять, разве что по вот таким вот надписям на лобовых стеклах. Здесь написано «Плате нет» и «Платону нет». На языке дальнобойщиков «Платон» обозначает плата за одну тонну. То есть именно то, чему водители длинномеров противятся. А еще именно «Платоном» названа система по сбору денег с многотонников. Все федеральные трассы должны оснастить специальными камерами, которые будут считывать информацию о машине и о ее маршруте с карточки, закрепленной на лобовом стекле. А после деньги за пройденный километраж спишутся с личного счета водителя. Платить будут все, чьи машины весят более 12 тонн. Акция протеста по всей России завершилась около полудня. Фуры разъехались по маршрутам. Но многие водители для себя уже решили. В рейсы они ходят до конца недели, а после ищут новую работу. 15-го, если налог войдет в силу в это, то смысла нам нет работать. Александр Проскурин и Михаил Бойправ. Кубань, 24. А мы движемся дальше. Вениамин Кондратьев внесен в президентский список членов Госсовета. Владимир Путин утвердил новый состав президиума, куда и вошел губернатор Краснодарского края. Помимо главы Кубани в списке руководителей еще восьми субъектов Российской Федерации, напомню, что Госсовет появился в 2000 году, это совещательный орган при президенте, который рассматривает основные вопросы жизни страны. Кубань может стать площадкой для производства немецких машин. Речь идет о сельскохозяйственной технике. Сфера интересов Краснодарского края и немецкого бизнеса Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Германию обсудил с топ-менеджерами компаний. В частности, речь шла о возможности локализации производства агротехники в нашем регионе. Ниша сегодня очень большая и очень емкая для того, чтобы можно было в этом крае разместиться. Так же, как и говорил мой коллега, то есть экономические льготы, коммуникации, земля, подключение, то есть это очень важная составляющая для того, чтобы инвестор пришел и почувствовал себя комфортно. Это со стороны своей страны, я лично гарантирую, что именно будет так. А рынок любой страны, любого государства, это как чашка. Неважно для чего, для чая или для кофе. Она пустой быть не может. И если вы не наполните российский рынок собственными интересами и собственным бизнесом, инвестициями, то это сделает кто-то другой за вас. Среди иностранных брендов серьезную долю рынка в производстве сельхозтехники на Кубани пока занимает только немецкая компания Клаас. Губернатор Краснодарского края также заметил, что ни о какой экономической изоляции от иностранных инвесторов в регионе речи идти не может. Необходимы условия для здоровой конкуренции. Скандал вокруг российских легкоатлетов станет темой разговора Владимира Путина с Виталием Мутко. Министр спорта ранее назвал обвинения Всемирного антидопингового агентства странными и бездоказательными. По его словам, московская антидопинговая компания считается одной из лучших. Тем не менее, ее работа накануне была приостановлена. Все подробности этой истории у Натальи Андрусенко. Добрый вечер, Наташа. Паша, здравствуй. Отмечу, решение о статусе московской лаборатории еще не принято. Но исследования там сейчас не ведут по рекомендации ВАДа. Напомню, в понедельник Россию обвинили в многочисленных нарушениях и потребовали отстранить российских легкоатлетов от участия в любых международных соревнованиях, в том числе и в Олимпиаде 2016. Наших спортсменов обвинили в многолетнем употреблении допинга. Причем эти выводы иностранные эксперты сделали на основе исключительно документального кино. В российском Минспорта считают, что у ВАДа нет никаких доказательств. Их обвинения голословные. Мы будем следить за развитием событий вокруг этого скандала. Ну а пока коротко о других новостях страны и мира. Еще одно судно с мигрантами перевернулось в Средиземном море неподалеку от берегов Турции. 14 человек утонули, половина из них дети. Все пассажиры направлялись в Грецию. Между тем, на Мальте сегодня начался двудненный саммит по проблемам с беженцами из Сирии. В нем участвуют представители 50 европейских и африканских государств. Евросоюз предпринимает все меры, чтобы страны Африки приняли беженцев на своей территории. Авиакатастрофа в американском штате Огайо унесла жизни 9 человек. Все они находились на борту легкомоторного самолета, который рухнул на крыше домов. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Падая, воздушное судно задело линии электропередачи, из-за чего около полутора тысяч человек остались без света. Причины крушения пока не выяснены. ЧП с самолетом произошло сегодня и в Хабаровске. В местном аэропорту экстренно приземлился Аэрбас авиакомпания «Аврора». Утром он благополучно вылетел в Петропавловск-Камчатске, однако уже через 20 минут экипаж был вынужден развернуть лайнер. После того, как пилоты заметили трещины на лобовом стекле. Неисправный самолет в общей сложности провел в воздухе около полутора часов, чтобы выработать топливо. Никто не пострадал, а следователи начали проверку всех обстоятельств происшествия. Стало известно, сколько денег будет перечисляться ежемесячно на продовольственные карточки малоимущих россиян. Сумма составит 1400 рублей на человека. Потратить их можно будет только на продукты, причем отечественного производства. О том, что в нашей стране вновь появятся талоны на еду, заявили в Минпромторге. Программа будет запущена в 2017, однако воспользоваться ею смогут не более 16 миллионов человек. Всего же за чертой бедности сейчас живет 21 миллион наших граждан. Сегодня не стало создателя знаменитой отечественной кинокартины «Три мушкетера». Режиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич умер в Боткинской больнице Москвы на 82-м году жизни. Его госпитализировали неделю назад. В фильмографии режиссера такие известные советские ленты, как «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким, «Узник замка Ив» с Михаилом Боярским и Алексеем Жарковым. Всего около 20 картин. И еще новость, про которую впору сказать. Слоната я и не заметил. На детских глобусах, которые поступили в продажу в Эстонии, не оказалось России. Интересно, кому они пририсовали 17 миллионов квадратных километров? Да вот они просто распределили нашу огромную территорию между Европой и Азией. Никаких обозначений российских городов нет, даже Москвы. Но зато есть не только Таллинн, но и городская ратушная площадь. Хорошо, что в Эстонии не сделали глобус самой Эстонии. Ну а мы продолжаем. Отопительный сезон начался месяц назад, но вот для жителей многоэтажки по улице Есенина в Краснодаре он так и не наступил. Люди в холодное время года перебираются на съемные квартиры. Они уже обращались за помощью во все инстанции, но до сих пор в их домах температура не выше уличной. Наш корреспондент Валентина Бехшаева тоже померзла в холодных комнатах. В этом доме на Есенина 167 квартиры. Практически все они проданы. Вот только по факту здесь проживает чуть больше 50 семей. А все потому, что в квартирах у людей попросту нет горячей воды и отопления. А вот та самая котельная, которая и должна была обеспечить людей теплом. Совершенно недавно прогуливаясь, жильцы заметили, что кто-то отрезал газовую трубу. Маленький обогреватель – единственное спасение Марии Кузнецовой. И она купила эту квартиру-студию за 500 тысяч рублей. Но не могла представить, что столкнется с такими проблемами. Не хватает воды горячей. Не хватает тепла. И порой не дают света. И порой не дают воды холодной. Еще одно ежедневное испытание для ветерана войны – подниматься на шестой этаж. Лифт не работает. В недоделанный дом застройщик пустил жильцов полтора года назад. И, кстати, уже тогда люди знали – построен он незаконно. Завлекла цена, признается соседка пенсионерки Елена Новикова. Приходится нам перебежаться. То у одних бабушек, то у других бабушек. Тяжело очень, страшно. Сейчас, на данный момент, все мы тут оставили. Очень холодно. Боимся морозов. Страшно, что сейчас здесь все заморозится. Даже то, что мы смогли сделать. В управляющей компании, которая обслуживает дом, тоже сделать ничего не могут. Все дело в том, что котельная находится в собственности у застройщика. Приходил приемщик от Горгаза и увидел ряд недочетов по газовому хозяйству. Выписал предписание, после чего произведен видимый разрез на газовой трубе. Дальнейшие действия застройщика нам неизвестно. Составлено несколько писем в прокуратуру города, района. Также составлено письмо ВВД с просьбой разобраться в действиях нашего застройщика. В Горгазе людям тоже ничего не объясняют. Но в интервью нашей съемочной группе специалисты рассказали, что изначально котельная была подключена незаконно. При выходе инженера по техническому надзору для приемки данного объекта в эксплуатацию было выявлено несанкционированное потребление газа. По сути, воровство. Дальнейшее восстановление подачи газа возможно при условии сдачи данного объекта в эксплуатацию, возмещении причиненного ущерба, а также при подписании договора на техническое обслуживание и поставке газа. Это значит, что людям остается только надеяться на добросовестность застройщика, что он выполнит все требования Горгаза. Но тот, кто построил дом, вообще ни с кем на связь не выходит. Ну а на другом конце нехорошей улицы Есенина – другая проблема. В жилом комплексе Лучезарный рядом с котельной совсем нерадужную жизнь ведет Герман Романов. Два с половиной года назад он купил квартиру, но спать в ней он не может. За стеной шумят котлы. Семье Германа пришлось обзавестись берушами, но они спасают не от всего. Такое ощущение, что как будто бы трясет, как землетрясение. Вот такое ощущение. Ну, на кроватишь, лежишь, не знаешь, на какой бок повернуться. Беременная жена и мама-инвалид стараются спать днем, когда гул тише. Роспотребнадзор не раз измерял уровень шума в квартире и подтвердил – нарушение есть. Тогда застройщик пошел навстречу жильцам и переоборудовал котельную. Данное оборудование было отодвинуто от стены, сделано дополнительно шумоизоляцией прилегающей стены прилегающего оборудования. В результате стало тише, немного, но такого близкого соседства с котельной боятся все жильцы дома. Она расположена вот через стену от жилого помещения. А случись какая авария с этим газом, что будет? Разнесет вот этот подъезд весь разнесет. В любое время может взрыв произойти, да, либо убрать ее, относительно совсем. Но так случилось, что приезд нашей съемочной группы очень быстро решил проблему семьи Германа Романова. Застройщик пообещал им новую квартиру и даже один миллион рублей на ремонт. Но с какими еще бедами могут столкнуться жильцы бывших самостроев не только на улице Есенина, даже предсказать сложно. Эти дома возводились без специальных разрешений, без учета нагрузки на коммуникации и без соблюдения городостроительных норм. Получается, что сумма, которую люди хотят сэкономить на покупке квартиры, может вылиться в огромные траты и бесконечные нервные срывы. Ясно одно. Покупая квартиру в новом доме, застройщика стоит проверить досконально. Разделы с такой информацией есть на сайтах администрации крупных городов Кубани. Валентина Бекшаева, Алексей Устинов, Игорь Звенаревский, Дмитрий Семененко, Кубань-24, Краснодар. Ейский район может завалить мусором. Свалка там переполнена, и отходы вывозить туда уже нельзя. С нами на связи наш собственный корреспондент в северной зоне края Мария Николаева. Здравствуй, Маш. В чем там дело и куда все вывозят? Здравствуйте, Павел. Мусора с каждым годом все больше и больше. Старая свалка его уже не вмещает, но продолжает работать. Ее размеры впечатляют. Площадь 10 гектаров, а высота мусорных куч достигает 10 метров. Нам сказали, что это чуть ли не самая высокая свалка в крае. Правда, гордиться тут нечем. Это проблема, которую администрация района срочно пытается решить. Я предлагаю посмотреть репортаж. Водитель мусоровоза Иван каждый день по нескольку раз въезжает на рабочем автомобиле на высоту трехэтажного дома. Такие заезды по пересеченной местности становятся не под силу его газону, особенно в дождливую погоду. Мы застреваем, вытаскиваем, сами выезжаем. По-разному бывает. Просто стараемся со своими силами, потому что время не так уж много. Ежегодно на районную свалку вывозят 240 тысяч кубометров мусора. Это тысяча железнодорожных вагонов. Причем складировать его надо по особенной технологии, пересыпая слои грунтом. Но из-за невнимания к проблеме прежнего руководства района, соблюдать это правило работники свалки не могли. Чем старше с годами свалка становится, тем чаще самовозгорание происходит. Из-за несоблюдения технологии, из-за нехватки грунта. У вас не было возможности ее забереть? Почему? Потому что грунт никто не завозил. Не было грунта. В апреле этого года у свалки закончилась лицензия, которую в свое время выдавал Ростехнадзор. То есть мусор сюда вывозить уже полгода как нельзя. Однако технические ресурсы свалки исчерпались на самом деле еще раньше. Ее открыли в 1992-м и по проекту срок эксплуатации 22 года. То есть еще в прошлом году здесь нужно было ставить шлагбаум и свалку просто закрывать. Но она продолжает работать. Другого выхода нет. Именно поэтому в районе назрело экстренное решение. Необходим карьер для хранения мусора. Первые деньги, полтора миллиона рублей, уже направлены на эти цели. Котлован глубиной 11 метров будут разрабатывать постепенно. А добытый грунт вывозить на старую свалку, чтобы не допускать самовозгорания. Да, у нас лицензии с 1 апреля 2015 года нет. Но и не вывозить отходы, и не складировать их где-то мы не можем. Куда мы их будем девать, если не такой выход, как хранение на территории этого карьера. Другого выхода просто нет. Как рассчитывают ейские коммунальщики, карьер решит проблему с мусором примерно на 3 года. Пока власти не начнут либо строить новый полигон, либо пока в крае не будет реализован заявленный проект с 11 межмуниципальными свалками. Мария Николаева, Игорь Хошобин, Кубань-24, Ейск. Маша, а если вывозить мусор на ближайшую соседнюю свалку, или это повлечет за собой рост тарифов для населения? Это действительно может увеличить оплату за вывоз твердых бытовых отходов, но и не это главное. Администрация района обращалась за помощью в другие районы. В Староминском не могут принимать дополнительно мусор. На их свалку возят еще и отходы из Щербиновского района. В Каневском также отказали. Так что проблему может решить только строительство нового современного полигона. Это же как раз тот самый проект, который несколько лет назад был заявлен на Кубани, когда собирались строить 11 современных полигонов в крае. Именно так. С января 2016 года к полномочиям субъектов Российской Федерации переходит и организация по сбору, вывозу, обработке и утилизации твердых бытовых отходов. То есть в районах все ждут реализации краевой программы. Спасибо, Маша. И к другим темам. Более трети жителей страны погрязли в долгах и не выплачивают кредиты. Об этом говорят данные исследования Левада-центра. На данный момент накопилась рекордная сумма задолженности. Почти 870 миллиардов рублей. Между тем, быстрым кредитом, как способ поправить финансовое положение, большинство россиян не доверяет. Примерно 20% не исключают такую возможность, но пойдут в кассу только если другого выхода не будет. И только малая часть считает, что это прекрасный способ хотя бы временно ощутить приятную тяжесть кошелька. Кроме того, сотрудники исследовательского центра выяснили, что меньше половины жителей страны занимали быстрые деньги, остальные ни разу не воспользовались подобными услугами. Но даже кризис и долги не останавливают любителей ходить по магазинам. Шопоголиков у нас в стране предостаточно. Сегодня для них день особенный – Всемирный день шопинга. Правда, праздником его назвать сложно, по своей сути, это день больших скидок, которые предоставляют крупнейшие интернет-магазины. Найти там можно все, что угодно, от милых безделушек до дорогих гаджетов. Моя коллега Ксения Ермолаева выяснила, насколько выгодно совершать покупки в интернете и как при этом избежать неприятностей. Кризис не кризис, но мы же женщины, и нам всегда хочется выглядеть красиво, элегантно и модно. Впрочем, и среди мужчин шопоголиков хватает. Делать покупки через интернет – это выгодно. В стоимость магазинной продукции включены транспортные, топливные, складские расходы, а заодно и надбавка от продавца. Ну а через сеть вы покупаете товар напрямую, а потому дешевле. Однако и недостатков у этого вида обслуживания тоже немало. Зная подводные камни интернет-торговли, можно сберечь не только время, но и нервы, и деньги. На что обратить внимание? Как правило, каждое изображение товара снабжено подробным описанием. Технические характеристики, состав сырья и материалов, комплектующие, цвет, размер и рост, розничная цена и стоимость доставки. Читайте очень внимательно. Если каких-то данных недостаточно, можно письменно обратиться к продавцу за разъяснениями. Имейте в виду, что цены на один и тот же товар значительно отличаются в разных интернет-магазинах даже одного и того же города, поэтому нужно предварительно провести мониторинг товаров и цен в разных магазинах сети, выбирая самый оптимальный. Еще один минус у любого виртуального товара – его нельзя потрогать, понюхать, пощупать и попробовать в действии. Но выход есть. Можно найти то, что нравится в обычном магазине, записать точный артикул, а уж потом искать в интернете. Это касается и одежды, и гаджетов, и косметики. При оформлении товара, обратите внимание на стоимость доставки в ваш город, часто транспортные расходы превышают цену понравившейся вещи. При оформлении покупки нужно точно заполнять адресные данные, иначе ни звонка, ни доставки можно не дождаться. Переходим к оплате. Мошенников в сети, как и в реальной жизни, много, поэтому лучше всего выбирать способ оплаты по факту – доставки или наличными курьеру. Подводный камень в этом случае таков – у курьера никогда не бывает сдачи, поэтому нужно приготовить необходимую сумму под расчет. Если же вы платите через интернет, сначала внимательно почитайте отзывы о продавце на всякий случай. И помните, закон о защите прав потребителей работает и в сети. Вы имеете право вернуть покупку в течение 14 дней и получить назад свои деньги. Сделать это порой нелегко, поэтому выбирайте известные и надежные интернет-магазины, и все у вас получится. О том, что нынче носят, поговорят сегодня в программе «Через край». В Краснодаре откроется первая в истории города неделя высокой моды. Что в тренде и сколько это будет стоить, обсудят ведущие и эксперты в прямом эфире начала в 20.30. Сервис уже есть, но вопрос цены. Быстрое питание стало еще быстрее и удобнее. Вкуснейшие сэндвичи, сочная курочка, картофель фри, десерт и горячий кофе, не выходя из автомобиля. Сеть ресторанов быстрого питания KFC открыла в Краснодаре первый ресторан в формате с автоокном. Это удобный способ перекусить, которым пользуются тысячи людей по всему миру. Гостям полюбился он прежде всего за скорость обслуживания. От момента заказа и до его получения проходит около двух минут. Мы сейчас активно развиваем данный формат, чтобы это было удобно, в том числе и автолюбителей. Потому что в городе очень много машин и люди активно передвигаются. Поэтому я уверена, что нашим гостям это понравится и эта услуга будет востребована у населения города и края. В сутки автоокно KFC может обслужить до 500 автомобилей. А для тех, кто не спешит, работает просторный и уютный зал, где можно разместиться большой компанией. Открылся новый ресторан в мега-центре «Красная площадь» в Краснодаре. Гостей рады видеть 24 часа в сутки. Лыжи в сторону. Покататься на склонах «Роза Хутор» сейчас невозможно. Сегодня канатные дороги комплекса закрыли на профилактику. Такая информация появилась на официальном сайте курорта. Отмечается, что работы плановые. Их должны завершить к открытию зимнего сезона. Оно намечено на 19 декабря. Именно на территории «Роза Хутор» находится большая часть всех трасс «Красной поляны». Обычно они открыты с конца ноября и до начала мая. Это возможно благодаря самой большой в Европе системе искусственного оснижения. Сельские школы Кубани вошли в топ-200 лучших образовательных учреждений страны. Это ежегодный рейтинг Минобразования России. При составлении списка учитываются результаты ЕГЭ, участие в Олимпиадах, процент поступления учеников в ВУЗы. Как проходит день одной из лучших сельских школ, решила узнать моя коллега Кристина Скалова. На старт, внимание, марш! Утро начинается с зарядки. Урок физкультуры – один из самых любимых у пятиклассников Афибского лицея. Дома они разрешают носиться на улице тоже. Это идти на место, где можно почувствовать себя в здоровом теле. Но спортзалам уроки не ограничиваются. Учащиеся ходят в пешие походы по всему Краснодарскому краю. В день старшеклассники могут преодолеть до 25 километров. В начале этого учебного года они покорили гору Собербаш. Деткам некоторым может быть где-то было сложновато, потому что все-таки вперед с рюкзаком. Но это новички. Масса впечатлений. Детям очень понравилось. После разминки тела упражнения для мозга. В лицее несколько классов с углубленным изучением физики, математики и химии. Точными науками ребята занимаются по 9 часов в неделю против стандартных трех. Сегодня я решила тоже сесть за парту и вспомнить физику за 10 класс. Правда, признаюсь честно, ни физику, ни химию я не очень сильно любила в школе. Но сегодня все-таки попробую решить задачу на закон сохранения импульса. И в этом мне сегодня поможет мой сосед по парте Илья. В общем, посмотрим, сколько у меня на это уйдет времени. Слушайте, ну это очень сложно. Я вот 20 минут мне Илья помогал решить задачу. Я так ничего толком и не вспомнила, и не поняла. Он эту задачу за 4 минуты решил. Я все-таки гуманитарий. Кстати, для тех, кто в языках смыслит больше, чем в математике, тоже есть профильные классы. И даже ученики по обмену. Александро Бонни приехал из Италии 2 месяца назад. По-русски говорит пока плохо, но для того и приехал, чтобы совладать с великим и могучим. Говорит по-английски. На родине школьную форму не носил, а здесь приходится соответствовать. Лицей поразил его своим оснащением. Мне нравится, как здесь все организовано. В Италии не так. А здесь все классы оборудованы компьютерами. Интерактивные доски есть. Интерактивные уроки литературы. В Афибском лице они чаще напоминают театрализованные представления. Вжившись в роли, ученики лучше запоминают произведения, уверены учителя. И именно такие уроки навсегда врезаются в память. Свет наш, солнышко, ты ходишь, круглый год по небу сводишь, зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой. Среди учителей лицея заслуженные педагоги России и края. Валентина Васильевна преподает русский язык и литературу более 30 лет. Она из династии педагогов. Бабушка, мама, отец, сестра. В общей сложности учительский стаж ее семьи насчитывает два века. И сейчас, считает Валентина Васильевна, ученики и учителя стали ближе друг к другу. Сейчас, конечно, дети, начиная с пятого класса, уже высказывают свою точку зрения. А в десятых-одиннадцатых классах уроки литературы очень часто превращаются просто вот в открытый диспут. Конечно, папу моего, которому 83 года, это очень удивляет. Они с тобой свободно говорят? Я говорю, да, они со мной свободно говорят. В топ-200 лучших сельских образовательных учреждений страны вошли 16 школ Кубани. Они получили высший балл сразу по нескольким предметам. Итоги ЕГЭ, процент поступления в ВУЗы, участие в Олимпиадах. Сейчас школы и отличники воспитывают более 20 тысяч детей. И поколение НЕКСТ, похоже, обещает не подвести своих учителей. И лишь на переменах можно расслабиться и вспомнить, что ты еще ребенок. Кристина Соколова, Евгений Кузьминов, Кубань, 24, Северский район. Хор Турецкого отметит день рождения в Краснодаре. А знаменитому коллективу исполняется 25 лет. В этот день, 14 ноября, они выступят в музыкальном театре премьера с юбилейной программой. В нее пойдут лучшие композиции арт-группы за все годы. Зрителей ждет яркое шоу с оригинальной режиссурой и сценографией. И возможность сфотографироваться с любыми артистами. А также диски с автографами в подарок. Всего в рамках юбилейного тура, стартовавшего в октябре, запланировано около 100 концертов. Хор Турецкого поет оперную, эстрадную, джазовую, русскую народную музыку. И всегда собирает аншлаги.